Утешителю души истины, и жили с десы, и вся исполняя сокровища благих, и жизни подателю, и действительней тяны, и очистины от всякие скверны, и спаси даже души наши. Господи, милосердный Иисусе Христе, благослови наши занятия и всех присутствующих здесь. Благослови, чтобы семя, которое упадет в наши сердца, проросло, и в детях наших также. Прибудь с нами, какими ты знаешь путями, доведи нас до Царства твоего Небесного. Ты же дивно велик, тебе подобает слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Так, мы продолжаем занятия по Новому Завету, Евангелия Теана, 6 глава, 27 стих. Сегодня у нас какое число-то? 16, да? 16 октября 2022 года. Перед этим мы проходили, что Господа хотели сделать царем, но он не захотел быть царем. И так получилось, что для того, чтобы обезопасить, видать учеников, чтобы им не досталось от этих ура-патриотов, ему пришлось уйти от них, не сказав, куда он идет, а они пошли, сели в лодку и поплыли, написано. Поплыли, но ждали Христа. Плыли сами, а сами ждали его. Ну, почему? Любовь к Господу. И понимали, что он их не оставит. И правда, когда стемнело, надо понимать, что стемнело, это еще он ждал темноты, чтобы его не увидели те, которые хотели его сделать царем. Они, видать, прям за ним охотились, где он там. Потому что, ну почему царем, понятно. Хлеб сделал из нескольких лепешек, и всем хватило. И все это наблюдали, сидели тысячи человек, десятки тысяч, и все это видели. Как так Христос показал, такое чудо явил? Ну, интересно, что когда он вот так утихомирил, вот этот всплеск народного любви, будем говорить, торжества какого-то такого внутреннего людей. Ну, пока они еще были подкреплены его хлебом. Ну, а потом, наверное, они уже искали, еще хотим поесть, найдем, наверное, точно нам он сделает. И в этот момент они видят, он идет по морю к ним. Вот так, ученики. А началось волнение, они испугались. Это Петр не ходил к нему. Это другое место. Они очень испугались. И в этот момент хотели принять его в лодку, написано. И в этот момент пристали, куда плыли. Пристали, куда плыли. А плыли они в Капернаум. А отплыли они из Гадаринской страны. То есть, если так посмотреть, по карте там, посмотреть, что Генесоветское море шириной 50 километров, в этом месте оно было поменьше немного, но очень широкое. И то, что они плыли вдоль берега, а не на средине моря, потому что они ожидали Христа по дороге где-то вдоль берега, то можно сказать, что они в мгновение ока преодолели, может быть, 40 километров, может, больше даже. Пристали куда плыли к Капернауму. То есть, и это все потом побудило следующее. Мы опять читаем там уже из 22 стиха, там и по 27, по 26 включительно. Что другие плыли из Тевериады. Тевериада, она недалеко от Капернаума. И приплыли сразу в Гадаринскую страну, чтобы тоже поесть хлеба. Ну, услышали, кто-то уже переплыл, это же было на другой день. И смотрят, нету там Христа уже, а где Христос? Он не ходил с учениками в лодку. То есть, куда он делся-то, а он в темноте, по морю прошел и, ну, не садясь в лодку, уже прибыли они. То есть, таким чудом. И поэтому они уже ночью, даже вечером, того дня еще, были уже в Капернауме. То есть, они там уже ночевали, и никто поэтому их не видел. И они говорят, а где он, где? Давай его искать. А куда он должен был идти? В Капернаум. В Капернаум? Ну, ладно, тогда поплыли туда, приплыли туда, в Капернаум. И видят там Христос уже, выспавшийся такой, свежий. Видать, завтракал, может. Они такие его спрашивают, а как ты здесь? То есть, он еще не успел бы прийти в Капернаум. Ну, и, видать, разнеслось это, как чудо. Но, так как темно было, никто не видел. Но, вот он там был, все знают, и тут, сейчас здесь. Очень удивились. И теперь следующее мы читаем, после всего этих случаев. Господь им говорит. Последние слова его такие. Они спрашивают. Травей, когда ты сюда пришел? Иисус сказал им в ответ. Истина, истина, говорю вам. Вы ищите меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Здесь, ну, вот, Господь по-нашему, он был безапелляционный. Он не смотрел никому, не заглядывал в рот или что. Он сразу начинал обличать. Это обличение людей. Сразу обличает, и все. Ну, мягко, конечно. Каким тоном еще? Ну, не думаю, что он шептал сильно. Но, однако, он смотрел на этих людей и видел совсем другое. Вот так это было ему дано. И теперь что произойдет дальше? Они-то, видишь, с добром, как бы, думают, сейчас опять он сделает. Тогда же дал хлеб обо всем. Да и нам опять. И так каждый день выходили, выпрашивали, попрошайте. 27 стих. Господь им дальше продолжает. «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий. Ибо на нем положил печать свою Отец Бог. И очень-очень-очень длинное толкование блаженного Феофилакта». Давайте, что вот из этих трех предложений блаженный Феофилакт от Духа Святаго услышал. Русская смекалка православная. «Вы, говорит Господь, видите меня из-за хлебов, желая насытиться ими. Но вы не должны всецело заниматься чревом, а должны преимущественно стараться о духовном и не употреблять всей заботы на пищу телесную». Так получилось, что там не было ни книжников, ни фарисеев. То есть Господь или специально это сделал, или так получилось. Просто как бы оторвал расстоянием длинным от Иерусалима, приближением к языческой стране. Денисорет – это гергосинская страна, я там граничила уже с языческими стерей, там сирияне были уже, ну и там может быть мавитяне. Поэтому туда они сильно не были, ходоки. И народ остался один. И теперь вот то, что говорит он, он говорит прямо обращаясь к народу, то есть к нам. Вот то, что все очень любят, говорят, хватит о священниках говорить, давайте о нас. Вот сейчас Христос прямо обращается просто к людям, к народу. Почему? Фарисеев нету, никто не будет. «Да не слушайте его там кричать и так далее! Заткнись там!» Или «Это неправда! Кого вы слушаете?» То есть таких людей не было. И теперь можно поговорить с народом. Они поели, и теперь благостно взирают на Господа, потому что Он их накормил. И вот Господь вот так вот решил к ним подойти, ну, чтобы обличить. Вот слушаем обличение, которое Господь им говорит. «Так как многие, ибо и... Пищу тленную. Ибо ее Он назвал пищей гибнущей. Так как многие желающих жить праздно, и особенно массалиани употребляют сии слова в защиту своей праздности, то необходимо уяснить это изречение». Где у нас Нестора нет? Так, ну и... Так, кто? Он и Владимир Масалянин по своему телефону. Кто такие? Почитаем они хоть. «Господь наш, Иисус Христос, сказал это не потому, будто желал пресечь телесную деятельность и расположить к праздности, ибо праздность научила многому худому». Усерахова. 33 главе, 28 стих. «Праздность». Запоминайте это, молодежь. Многие из нас уже поработали хорошо, я уже на пенсии отработал. А вам надо будет работать. И не гнушайтесь никакой работы. Даже туалеты чистить – это хорошая работа. За нее могут заплатить и так далее. И главное, что ты пройдешь, как говорится, огонь, воду и менные трубы почистив туалет в молодости. Потом не будешь чистить старости. Это очень хорошо. Знаете эту пословицу, что до 40 лет ты работаешь на авторитет, а с 40 лет авторитет работает на тебя уже. Зачетка. Ну, это мелко, зачетка, мелковато. Да, и там «халява, приди, не надо кричать». «Халява» – это праздность, приди, праздность, приди. Ну, ты знаешь, халява, приди, нет? Не кричал? Я-то в институте. «Халява» – это главное было. Ну, студенческие люди. Ну, она не училась просто в институте. У вас колледжи, да? У тебя колледжи, да? Да. Ну, в колледже поменьше, конечно, не так в институте. «Халява, приди, орут перед тем, как сдавать эту ночью». Начинают вы из форточек и орут, как бешеные. У нас мало этого было, это все-таки был Советский Союз, но кричали. А сейчас у них это как… Они празднуют, там с ними профессора стоят, там они все как подпрыгивают, вот так зачетками и в воздухе. «Халява, приди, вот, прямо орут». Ну, записи. До чего дошло? «Халява» – это праздность, приди. То есть вот из-за ничего, хоп, и мне ума дай. А какие переживания за детей наших, чтобы они… Ну, зацепились за то, что надо, вот, чтобы пошли вперед. У меня родители тоже переживали. Я хотел быть военным, а поступил, стал геологом. А отец у меня вообще топограф. Я геодезистом хотел стать, как отец. Но не было такого обучения, пришлось идти на геологию. Я очень люблю свою профессию до сих пор, но по некому состоянию не могу. На четырех лапах там не походишь, где я работаю. И если нужно сказать точнее, то именно желание здесь праздное, жить праздно, и есть та гибнущая пища. То есть, видите, обличает он в чем? Что прямо он, прямо увидел, что они хотят жить праздно. Люди. Это, наверное, впервые такое было. Они не поработали и полопали. У нас как «не потопаешь, не полопаешь» – пословица. А они не потопали. Они не поняли, что они слушали Христа, и Господь исполнил свое изречение, что человек жить будет не хлебом единым, а всяким словом, исходящим из уст Божьих. Они не поняли. Они должны были догадаться, что это Бог им вещает. И они сейчас напитались Словом Божьим. А чтобы они питание почувствовали и в крови, в животике, он им дал вот из ничего. Это было просто, ну и два раза все, больше не было. Чтобы они это осознали и поняли, Господи, мы тебя будем слушать. А было бы еще, несомненно, Господь дал бы это. Дал бы еще пищу, если бы они сидели и сказали бы, Господи, хватит нам этих лепешек. Говори, мы жаждем слышать, что ты хочешь. Но и теперь он видит, что не получилось ничего из этого рая. И поэтому придется что-то дальше делать. Ну, обличение, несомненно. Если нужно сказать, а последователь Христов должен трудиться, чтобы мог и другим уделять, уделять нуждающимся. То есть, что, а чем? Деньгами только? Да нет, не обязательно деньгами. Можно помогать. Помогать можно. Ну, что тут у тебя, какой талант есть? Помогать. Машина есть, машиной помогает. Руки есть, руками помогает. Поэтому христианин должен за все хвататься. За все. Все уметь делать. И строить, и там еще что-то там. Желательно водить тоже. Где Володя у нас? Нету, жаль. Как раз я под него. Да. И петь. О, петь это важно для нас. Ничего себе. Вот нету батюшки, а у нас сестры поют их. Хорошо. Сидишь такой, слушаешь. Верующие сестры поют. Не где-то там. Там бывает хорошо поют. Марина, она соображает в этом деле, как филолог. И она говорит, там поют просто, ну, прям как в опере. Но сердце не трогает. Когда ты молишься. Где там? Ну, вот по Кровскому пели, когда мы ходили туда. Там, в хорах наверху, они как запоют. Кустика дрогает. Там такая, там, и у тебя сердце опускается в пятки. Сердце опускается, а потом как выйдет какой-нибудь дьякон, что-то, или священник, говорите, особенно проповедь. Оно обратно поднимается и наполняется ревностью по Богу. Думаю, ну почему меня не выпустят на эту кафедру? А бодливому, говорит, корове, быку обломали все рога. Никто не дает. Вот так. А Господь почему это делает? Мы с вами знаем почему. Каждому уже, при еще не родился человек, Господь определил, кого он любит, кого ненавидит. И вот те, которых он, видать, ненавидит, они их поближе к себе делают, чтобы они полюбили его. А все заканчивается тем же самым. А то бы они вообще никуда не пришли. Так хоть они ходят там рядом, вон топчат. А последователь так уделять другим. Ибо в награду за сие обещано будущее царствие. Как же скажут, Господь сказал, что не должно стараться о пище гибнущей. Он сказал это с тем, чтобы пресечь усиленную заботливость их объявствах и перевести оную на предметы духовные. Ну то, что вот я вам перед этим как бы пояснял, ну тут понятно. То есть когда Христос говорит это духовное, вот это Слово Божие. Интересно, что он говорил, не было записей, не осталось ничего. Ну так чуть-чуть заповеди блаженства. А он же больше намного растолковывал. Очень больше. Очень. Игнат Тихонович говорит, ну я тоже, ну по своей сыгнатины, чем-то я все мелочь, ну тоже говорю. А Христос сколько говорил, вы представляете. Он там говорил и о третьем небе, и о небесах небес, и о небесном Иерусалиме. Ну вот Дух Святой почему-то соблывалил нам только дать. А почему? Мы можем даже сказать почему. Ездри из 90 книг, которые он начитал Дух Святой, Ездри, третья Ездри, только 20, говорит, 20 положи, говорит, чтобы все читали. Остальные 70 запакуй, говорит, чтобы никто не видел тайн моих. А у Ездри, почитайте третью Ездри. Вот я сейчас Верхний Завет веду, книга, это начало самое, ну первые там несколько стихов, пять стихов. И я беру все почти у Ездри, там необыкновенное, там такое необыкновенное, о строении земли, там, а так далее. Я сейчас смотрю, как геолог, думаю, ба, как это все открывалось, как можно о плоской какой-то земле говорить, как-то вот там такое что-то все, там какая-то стена, там падает туда вода куда-то, а куда никто не знает, там сталактиты с той стороны растут. Ой-ой-ой-ой, ребята, вы с чего вообще не учитесь-то? Вы почитайте Ездри, Ездри больше вас знал, он жил когда? Тысячелетия назад. Больше двух тысяч лет. Не знаю, это, ну надо вообще не любить Слово Божие и Бога. Ну так, вокруг бегать там просто что-то как из племени Тумбу-Юмбу, плясать вокруг костра. Господь, так скажут, но что Христос искореняет телесную деятельность, это видно из слов Его. К Марфе, Марфа, ты заботишься и суетишься, а нужно одно только, Мария же избрала благую часть, Лука, 10 глава, 41-42 стих. Прям точная цитата, а не отмечена, просто как будто бы это как пересказ. И из слов «не заботься о завтрашнем дне» Матфея, 6 глава, 34 стих. Ну правда похоже, что «не заботься о завтрашнем дне», там что-то и работать тогда не надо, как бы так. Так рассуждают желающие быть без труда. Что же скажем? Что же скажем? Вопрос на это. То, что сказанное к Марфе, сказано не о деле, не о деятельности, не о праздности, но о том, что нужно знать время. И времени слушания не употреблять на заботу о яствах. То есть, как мы, пословица наша, слышим звон и не знаем где он. Почему это так происходит? По физическим законам различных материалов. Над водой звук быстрее летит. Где-то деревья, он глухой вообще. Где трава, ну там поменьше его. А где горы, если там еще эхо, ущелье, там вообще он разносится сильно. А где препятствия, он просто ударяется и все, и уходит вверх, и нету звука. Не знаем. А самый, больше всего звук разносится. Вот тут на многие, даже на тысячи миль, миль, я уже сказал, да? Знаете где? По воде. А? По воде? Под водой. Киты переговариваются от Южного до Атлантики, туда к Англии. Киты переговариваются между собой. Вот ученые недавно это определили. Вот это там такие они, как. Вот так вот, под водой. Это вот киты разговаривают. А думали, что это все такое странное? Это киты разговаривают. И вот так звук несется, они слышат колебания там уже некоторые. Вот так Господь сделал. И поэтому этот тоже звон бряхнуло где-то, а я там слышал другой. А я здесь. Ну где кто стоит? А Слово Божие, оно из уст Христа исходит. И поэтому Писание, Господь говорит Иеремею, Иеремея его спрашивает, как же Писание там, ну там язычники там, а он говорит, Иеремея, ты что видишь? Впереди себя, что видишь? Иеремея посмотрел впереди. Миндальное дерево, рассветшее. Господь говорит, правильно ты увидел. Вот я точно так же бодрствую над Словом своим. Иеремея, 1 глава, 12 стих. Ну что он сказал? Иеремея, что сказал? Ну что, такого, что Господь сказал, такое, что мы сейчас, нам говорят, да оно уже, Писание переписано сверху донизу, там уже столько всего, там и старобряцы подходят к нам, и протестанты начинают, и мусульмане любят, особенно очень сильно. Недавно слышал, с мусульманами беседовал. Оно же говорит, у вас уже тысячу раз переделанное. А я ему сказал вот эти слова. Вот такой. Вот так поднял голову вверх. Ну ладно, я пошел. И пошел торговать дальше свой ларек. Ничего не сказано. А просто он сказал истину. Он правда увидел это миндальное дерево. Вот в такой простоте Господь содержит слово свое. Еще никто не может прикоснуться. Ну попробуй прикоснись. Русские прикоснулись в 66 году. В 1666 году. По шапке дал до сих пор православные, древнеправославные и новоправославные. До сих пор соединиться не могут. А почему? Да не из-за чего начали ссориться и убивать друг дружку. И ненавидеть. Вот в чем дело. Не из-за чего. И теперь попробуй подойти к старой рякции и начни с ним мирные беседы. Получишь шалобушку такую, что мало не покажется. Еретик там и так далее. И вообще они не считают нас ведущими. Так рассуждают. Да, да, да. Что же скажем? То есть говорится это о времени, а не о самих яствах. То есть делать яства, приготовить их яства. Это дело очень даже прибыльное. Потому что люди готовить не любят. И не умеют, и не хотят. Некоторые есть. Что? Никакой Масаля нашел. А, давай, давай, давай. Кто эти самые Масаляне? Масаляне. Лиане, да. Масаляне, то же, что богомилы, болгарские деки с 10 века, существовавшие в виде многочисленной и самовлиятельной партии все время самостоятельной жизни болгарского царства. Он как раз в Болгарии был. Да. Не в Болгарии. Не в Болгарии. Не в Болгарии. Как же ее так? Они любят болгарский. Болгария просто называлась она и все. Как у древних гностиков и манихеев, у богомилов два бога-творца, добрый и злой, и два от них происшедших мира, духовный и материальный. Верховный добрый бог сотворил невидимый духовный мир ангельский. Во главе его стоял первородный старший сын его Сатаниил. Возгордившись своим достоинством и силой, он возмутился против отца, соблазнивших к тому же и некоторых подчиненных ему ангелов. За это кромоник был неизвержен с неба. Земля была невидимо неустроена и покрыта водою. Не могши поселиться на водах, он стал творить этот видимый материальный мир. Так как божественная власть и творческое могущество им еще не были совершенно утрачены, что видно из имени его, Сатаниил слухил признак божественности, то он сотворил видимый мир, сотворило тело человека. Но все попытки оживить его, выдумываясь в него дыхание жизни, были безуспешны. И потому он был вынужден просить небесного Отца, чтобы тот послал свой Божественный Дух, обещая Отцу, что из людей будет пополняться число ангелов и себе предоставлять Господство только на телесной природой человека. Там дальше, но я, наверное, не буду читать. Да, ну вот это, ну то есть вот это, видимо, что такие как гностики, я так понимаю, что у них не труд на первом месте стоял, не труд, а правильный разбор, где добро, где зло. Потому что это очень сложно. Видите, один Бог добрый, другой Бог злой, Бог тоже. Слава Богу, что Господь у нас присущественное добро. Между прочим, до сих пор такие люди остались, которые разделяют Ветхий Завет, что злой был Бог. Это массалиани, которые жили при феофилакте болгарском. Массалиани они назывались. Это была секта типа гностиков этих палестинских и малоазиатских. Вот так. Вот которая Елена была многодетна, с детишками-то, с мелкими. Как раз ее один такой увел именно по этой ереси. Да, ересь она такая прекрасная, там все. Ну, у них там, видать, какие-то еще отношения были странные. Непонятно. Они, наверное, могли там начальниками быть и так далее. Ну, чтобы поменьше работать. Тут разговор уже идет о праздности. Любили праздность. Может быть, как можно меньше работать, а больше, чтобы на них работали. Ну, мы видим, что сейчас это все массалианство перешло к нам, к людям сегодняшнего дня. Вот практически то, что сейчас происходит на границах нашей страны, в тех местах, вы знаете, это все происходит именно от таких людей, которые праздны. Они хотят очень много иметь богатств. Они называются корпорацией. И они правят вот в этих странах, которые сейчас сильно ополчились против нашей страны. Они просто правят там вот эти люди. Их олигархи еще называют. У нас с этим покончено было, с олигархами. И этим людям нужен хаос, чтобы в этой мутной водичке все ловить. Вот хорошо было с Африкой нормально в свое время, когда там они бегали пупуасы без обуви. Вот можно было там у них все забирать, камни. До сих пор еще корпорации большие существуют. И так же они переползли к нам тоже. Ну тут им дали шалобушку. И все, и они сразу заволновались. Они больше ничего не умеют, как пугать людей. И ругать, и не ругать, нет, 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 клеветать. Клеветать. Просто клеветы идут, и это понятно. А сами они пушистые, добрые. Ну добро такое, что его редко кто видит это добро. Вроде бы там и зарплаты платят людям, но тут же говорят так. С пятилетнего возраста твоя дочь будет выслушивать курсы секс-терапии. Как правильно там, с пятилетнего возраста. Что, это нормально? И люди проглатывают. Почему? Им хорошую зарплату дают. А в 9 лет уже там показывают счастливых родителей и их ребенок. Был мальчик, из него сделали девочку. Он, она там, оно там, или кто оно сейчас, непонятно. Сам, само захотела. В 9 лет ребенок что-то там сам захотел. У нас, вот тут сидит ребенок на занятиях. Какой она уже, ребенок? Тебе сколько лет? В 18 лет уже тут. В 19 уже, да, скоро? Почти, да. Да. Вот сейчас будет 19 лет. Она тут сидит на занятиях у нас, она сидит. Почему? Ну, потому что вот у ней душа такая еще детская. Ну, я понимаю, вот там дети, ну и то это уже. Он выше меня стал уже. Какой ребенок? Ну, автомат дай уже, можно идти в армию. Да, тебе колени подкосили, так бы ты еще лучше был. А, ну, может быть. Ну, он уже, он уже, мужичище стоит. Что там говорить? Гайдук в этом поясе таком наборном. Немного осталось сейчас подрасти, вот еще чуть-чуть. И все. Ну, я думаю, что в 10 классе все определится. Я по глазам вижу. Пойдет по папкиным стопам, будет пальцы качать на компьютере. А потом гнуть гвозди. Тоже нормально. А что плохого? Зато будет просто сидеть в какой-нибудь будке операторской. И все, там снаряд не долетает. Такие рассуждения, просто сидеть. Разность. Не, не, это все работа. Есть работа, за которую мы прям готовы платить, и немало. Когда он там, допустим, судья, адвокат. Севастяна сидел напротив меня, я сижу, ему в рот заглядываю. Он говорит какие-то слова. Шесть судов. Шесть судов выиграл. По пенсии. По пенсии моей. Вытащил мне пенсию. Там пенсия тогда. Ну, однако. Тебе сможет им. Коды засчитали, да? Засчитали. Все, 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 все засчитали. Меня отняли. Из 33 лет, мне оставили 9 лет и 9 месяцев. Из 33 лет и 9, 7 месяцев. Представляешь? И Севастян все нашел. Он их объегорил прям. Я говорю, как ты такие места отправлял? Я даже не понял. Куда-то там на Амур, во Владивосток. Все сделал. И потом сидим уже с ним. Седьмой суд последний. Коллегия. Трое судей. А он мне говорит, напиши такое эссе небольшое о том, как ты работал. Я говорю, что? Да, прям диалоги. Как и последовательно в какой организации. Что ты делал? Как ты? Я прям все описал, как я работал. Ходил по тайге. Там копали шурфы. Там все. И они все это зачитали. Вот, ну там еще что-то впереди. И вот это то, что я написал. Они зачитали. И это, ну подтвердили, что суд районный. Ну они подтверждают. И все. Я потом вышел и говорю, Севастян, как ты вот это угадал-то? Он говорит, да что-то непонятно. Никто не знает, кто такие геологи. Ну так приблизительно понятно. Они, говорит, прочитали просто, видят. Ну посмотрели на тебя. Видят, что ну действительно там. Да я еще с кострелем там и так далее. Что-то. Ну весь все там оставил. В тайге. На северах. Так, далее. Он сказал это с целью. Кстати, опять пришли к работе. К работе. Ну да, положил там здоровье. Ну что сделать? Он сказал это с целью научить ее, чтобы время учения не нужно употреблять напрасно. На занятие тем, что относится до чрева. Ну то есть поставил на стол картошки там, да и хорошо. И тогда, как говорит, не заботься, не отвергай деятельности. Ибо иная забота, иная деятельность. Вот так. То есть слово забота, это не значит, что ты работаешь и это заботишься. Ты должен работать. Все. Должен работать. Вот как работаем мы, допустим, с Володей. Часто у меня что-то там делают, помогают. И вот пришла там суббота. Хоп-соп, все. Начинается. Надо готовиться. Уже будет. Ну понятно, воскресенье. А с понедельника опять начинаем. Опять что-то, какая-то забота, суетливость. Сейчас надо будет ехать, вот помогать сестре там далеко. И так далее. Ну все. Есть пять дней. Все. Трудись. К субботу опять подготовка. И опять пошел суточный круг богослужений. Поэтому вот так мы должны и жить. И пост. Еще пост. Пост. Надо трудиться еще, молиться как следует. И думать о чем. Дальше. Бывает, что человек и делает что-нибудь, но нисколько не заботится. Итак. Господь научает нас не пригваждаться к житейским вещам. Не заботиться об успокоении на завтра. Но желая лучше, чтобы мы трудились каждодневно. Говорит. Не заботьтесь о том, как бы вам, потрудившись сегодня, быть на завтра спокойными. Но каждый день, приобретая пищу дневным трудом, не заботясь о завтрашнем дне. Эти дневным трудом. Еще не как воры живут, а ночью посвящать молитве там и так далее. Пищей пребывающей называет таинственное причастие плоти Господней. Вот так. Которую сам дает нам, соделавшись с сыном человеческим. На большой буквы, конечно. Кстати, плоти Господней, плоть с большой буквы здесь написано. На котором отец положил печать свою. Что такое печать? То есть показал, подтвердил, что он есть сын его. Вот что значит печать. Хотя Христос и сам подтвердил свое достоинство чудесами. Мы, кстати, о ней говорили эти чудеса. Как он ночью пришел по воде. Как успокоил море. Как не стал в лодку заходить. А прям и уже пристали к Капернауму. Там десятки километров. За мгновение преодолев. Ну и перед этим, конечно, хлеб из ничего. Интересная математика. Чтобы перейти за ночь, они ночью обходили. Нужно было им в один ряд пять тысяч человек становиться. Меньше никак. Это все подсчитано как. Пять тысяч вот так вот выстроить. За ними пять тысяч, за ними пять тысяч. Вот так вот они за ночь должны были пройти. Это из Египта когда? Математику все это уже разобрали. Сколько требуется, сколько чего и как. А это однажды Господь сделал. И теперь для всех нас это может быть. Вот в чем дело. Никакие враги там и что. Это ничего не значится. Фильм, когда Моисея показывает там. Они двигаются за ним ночью. А там молнии бьют. Вот так все пятятся. Все он держит. Молнии как стена бьют в землю и все. Попробуй. Пройди эту молнию. Всего, который по виду есть Сын Человеческий, Отец запечатлел. То есть родил печатью и образом своим, сохраняющим совершенную неизменяемость и естественное с ним тождество. Но это уже мы православные, конечно. И опять к тому, что о Троице говорим, о воплощении Сына Божьего. Ну, в общем, надо веровать и не вдаваться в такие глубины, что некоторые святые разделялись прям. А синоним слова «тождество». Какое? Синоним слова «тождество». А тут написано. Схожесть. Тут написано же. «Сохраняющим совершенную неизменяемость и естественное с ним тождество». Сохраняющим совершенную неизменяемость и естественное с ним тождество. С ним, с Богом. С Божьем. Да. Сын Человеческий имеет все это. То есть одно и то же. Я и Отец одно. Но если говорить. Разбирали в Коране-то сто-то. Да, 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 да. Четко ясно. В мусульманской книге. Я и Отец одно, говорит Господь. Так, ну, я думаю, что мы тут уже по ходу разобрали, да? Понятно, что Он их обличает, Господь. Мягко так обличает и так далее. И нас Он тоже бы обличал, если бы мы и не занимались с вами. Вот мы занимаемся, и теперь только Господь будет обличать, что мы, допустим, кому-то мало передаем это. Потом дальше сами мало разбираем дома. Вот обличение может быть. Ну, то есть это не все, что обличил. Мы теперь занимаемся, и теперь нас нельзя обличать. Нас можно обличать, прям пункт с том, с пункта будет. Но Господь, Он делает самое важное обличение. Что вот нас столько много вместе, и мы не разбираем Слово Божие. Это позор просто. Какие же вы христиане, скажем, говорит Он. Как бы так. 28-е, 30-е. Раньше сестер больше оставалось на занятиях. Да как заболевали все. Людмила Степановна, Валентина Павловна. Тетя Алла была. Тетя Алла, она периодически, постоянно у ней колеблется. Потом Александра Михайловна. Ну, знаете, какая у нее операция, она и досиживает. И дом были. Татьяна Кузьминична. Сами понимаете, тоже. О чем говорить-то? Ну, батюшка говорил за свое время, я не помню, было или нет. Он зашел так, забежал в такое что-то. И такой посмотрел. И такой. Ох. И все. Батюшка, что вы, что вы? Он такой. Да я сейчас посмотрел на вас, сестры. И думаю. Это же время придет. Мне же всех вас отпевать надо будет. Помните, нет? Да. И мне так это запомнилось. Это так давно было уже. Может быть, лет 20 назад. И вот оно пришло. Вот пришло. Вот будете как-нибудь тоже тут сидеть, и зайдет кто-нибудь, батюшка молодой какой-нибудь, посмотрит на вас и скажет. Эх, эх, эх. Еще лет 30 и буду вас отпевать. И радуйся, что еще 30 лет проживешь. Только живи во Христе. Если Бог даст. И правда. Ну, правда, кое-кто и отошел от нас. Только вот отошла была Лидия. Нет, не. Лидия Павловна. Лидия Павловна. Она отошла же от нас. И только отошла, буквально там через полгода умерла. Да, ну не через полгода. Побольше немножко? Побольше. Ну, чуть-чуть побольше, не на много. Ну, полтора года. Я ее как-то видел, она идет, идет. Я говорю, а что же вы ушли-то, она? Да я вот сюда в церковь хожу, тут ближе. Я вот сюда не могу. Я говорю, да я бы вас довозил, я тут рядом живу же совсем. Идет, болтается вот так вот уже. Ну, перед смертью. Потом раз слышу, умерла. Она, нет, нет, говорит, мне не надо, не надо это. А про Зубрицкого Александра Ивановна не знаешь? Живая, нет? Помнишь такое? Зубрицкого Александра Ивановна? Она не умерла еще? Ну, ничего неизвестно. Да кое-же перекрыли полностью эти родственники. Не-не-не, там нет, она сама ушла. Ну, у которой сын-то умер, она начала здесь. Ну, она тут очень была плоха. Открылась тяжелое потрясение у меня, знаешь, психическое умерло. Да, ну, так себя доводить нельзя, я могу одно сказать. Это значит, все было в сыне. А Господь сказал, кто... Возлюбит сына или дочь, матери, отца больше, 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 не достоин меня. И все, и Господь просто отвергает. Итак, 28-30 стихи. Ну, тут небольшой. Итак, сказали ему. О, ответка идет. Что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Ух, какие! Иисус сказал им в ответ. Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. На это сказали ему. Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе. Что ты делаешь? Молодцы! Вот Господь как их раскрыл. Они же его везде искали. Мы вот только что, ну, перед этим. Искали его специально, чтобы поесть еще хлебушка. Вопросы задавали. Он начал обличать. И когда начал говорить о духовном, они непонимание включили. А что ты такого сделал? А вы что, забыли, как вас тут 20 тысяч накормил вместе с нашими детьми? Ну, как бы так. Он-то так не говорил. Толкование, блаженый Феофилак. Вера в него есть дело поистине священное. Буква Я стоит. Священное дело. Веровать. И совершенное. И святящее, имеющих оную. Святящее. Отсюда слово святые. Поэтому на нас очень многие не просто обижаются, а ерятся. Когда кто-то говорит, я святой, там ужас, что творится. Он с брата Андрея Смельягина, там, в течение беседы. У вас сектанское, аминь, аллилуйя. Послушаешь, думаю, сектанское. Ибо основательная вера руководит ко всякому доброму делу. А доброе дело очень сложно сейчас увидеть. Где добро, где зло. У людей все стало наоборот. А добрая деятельность сохраняет веру. Добрая деятельность. Вот наше занятие, это добрая деятельность. И Игнатий Тихонович, он вот это подметил у сектантов. Вот именно. Никуда не выходишь, сидишь здесь, рассуждаешь. А это побуждает тебя делать потом дела руками, ногами. Вот то, что ты здесь делаешь. Это называется в православии созерцание и деятельность. Вот сейчас мы занимаемся созерцанием. Нам открывает Господь. А через созерцание, деятельность. И некоторые больше созерцают, меньше деятельность. А другие больше деятельности делают, чем созерцают. Вот брата нашего Михаила, возьмите. Так мы его до созерцания, до проповеди. Говорим, брат, пойдем проповедовать, пойдем проповедовать. Пойдем, потом, потом. Но так и не дошел ни разу. А в храме он тут у нас, вон сколько дел сделал. И в Новограде. Сколько лет. Да, ну это и так приблизительно. Это хорошо. А если бы еще приезжал Тарасий и помогал брату, вообще было хорошо. Он бы столько научился от него. Ну и согласно слов Христа, исследуйте Писание, ибо вы думаете, через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. То есть согласно Слову Божьему сейчас делал. Исследуем Писание. Ну да, да. И как дела без веры мертвы, так и вера без дел мертва. И Якова, 2 глава, 17 и 26 стихи. Давайте мы откроем, да? Дела без веры, я послушаю. Давайте откроем. Вера без дел мертва. А дела без веры. Это недолго сейчас я. И Якова. А дела без веры, Сережа, это как вот в том фильме. В аду много хороших людей. Да и все, дошел. Дошел? Слушай, это хоть поисковик, просто там несколько букв. 17 стих. Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. 18 стих. 18. 19. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют, и трепещут. Вот что значит просто созерцание одно. И бесы такие же. Но хочешь ли знать неосновательный человек, то есть нету основания у тебя, ты на песке строишь, что вера без дел мертва. Вопрос. Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего. Он его прям укладывал на жертвенник, своими руками. Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами веры достигла совершенства вера. И исполнилось слово Писания. Веровал Авраам Богу, и это обменилось ему в праведность. И он наречен другом Божьим. Видите ли, 24 стих, что человек оправдывается делами, а не верою только. 25. Подобный раб, блудница, не делами ли оправдалась, принявся глядотаев и отпустив их другим путем. Делала для Божьих людей, это она. И оказалась духовным. И 26 стих. Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Как Мартин Лютер обижался на этого Павла, на этого Якова, эту книгу выкинул из Библии. Невероятно просто. Невероятно. Как посмел. Никак. Она не вписывается в это, что вера. А сам монах женился на монашке. Шесть детей нажил. Ну, это, видать, и погубило. Какой обет-то давал он не человеку, а Богу. Ну, это такой хороший как бы человек, перевел на немецкий язык, а дальше пошел вне церкви. Я каждый раз, вот когда это слышу, думаю, ну почему они, ну, вот сейчас никто не поминает патриарха. А что тебя убудет? Вот мы поминаем его все время дома, домаший. А здесь он нам не господин великий, не отец. И это намертво держите, что я говорю. Они на нас сразу съедят. А сейчас они на нас не могут распространить никакие санкции. Никакие. Мы им не принадлежим. Они могут с адвентистами, так же отучить им от церкви. От какой? Мы там не были, мы организованы были здесь. Я представляю, что сейчас здесь находится Антоний Храповицкий, Анастасий, здесь находится Виталий, с которым я был, пил и ел вместе. И что бы они сказали? Кого? Это же вообразить нельзя, что они сделали. Все разложили. А мы никогда не движемся, мы стоим на месте. То есть работаем, но в своем статусе. Но пока я там был летом, кто-то ходил в отдел юстиции, и слово зарубежное убрали. А я до этого был, говорил, мы дали регистрацию, нет, не надо. Не надо, у вас ничего не меняется. Я говорю, нет, это уже заговор. Я знаю, кто, кто, имея дело с этим. Отдел юстиции. И вот когда я приехал здесь, меня специально вызвали подписывать какие-то бумаги. А там настолько путаны все. Я привез эти бумаги, так мелкенькие. Я ходил, Львову Николаевну, и там целое здание, отделение, люди расписываются. Вообще никакого отношения не имеет ни к жизни, ни к чему. Но это уже там все, все данные наши были. Мне надо домой, хоть я все подписал. Все, ничего нигде нету. Я самое простое гляжу. Я выезжал, сколько раз говорил. Александра Михайловна Горчилук, это такая хорошая сестра, вы каждый день за ней молимся. Она любит все это, чисто, чтобы было. Я говорю, давай стирать. Я сказал, не задевайте эти шторки, не задевайте. Я их прибил. Все оторвали, как будто не было. Уже нету. Нету вопроса, я хочешь, что говорите? Их нету. Я наказывал это. Я знал, что это будет. Этому конца не будет никакого. Они там все взяли. Зачем второй умывальник купили? Это один сплавил я. Этот старый был. Приходите раз в неделю. Так, слушай, Надюша. Вот, которая новость стоит. Уберите его с моих глаз. Отдайте кому-то. Кто-то строится, кто-то приехал. Вот сейчас Елена Фавр приехала. Слово мне я же говорил. У нас есть один раз заходить и помыть. Руки обойт. Да не каждый ходит. Только один-два-три человека зайдут за неделю. И уже два умывальника остатки. А тут как малые дети. Фистульки на разном играют. Вот течет. Забежи. Забежи. Забеги к нам. Кто течет? Пожалуйста. Умывальник старый. У нас вода везде есть. Где эти шторки? А он треснутый. Умывальник-то треснутый, Игнать Тихович, говорят. Умывальник треснутый? Да. У вас это счет мимо? Ну, конечно. Ну, нет. Еще там негде еще ему трескаться. Сейчас подойдем, посмотрим. Если треснул. А он не треснул. Ты уже поняла. Взяли второй. Что треснул. А он не треснул. А что он мне не нужен второй? Вы сразу этим подписали приговоры ему. Сейчас на ходу хоть наймите снайпер, чтобы быстрее дырку обменял. Пойду я. Не надо это делать. Это не христианское дело. Сколько вы стратите денег? Я как уезжаю, у вас деньги лишние есть. Дайте мне. У меня столько людей нуждающихся. Поистине я узнаваю тщательно, у кого ни заработка нету, или еще что-то, многодетное. А мне отовсюду люди звонят. Я никому не могу помочь. Только которые знаю. Вот таким, как Катюша. Я считал. Слышал, как она писала на клещата моего? Молодец. Сталантливая. Она все-все учила. И сколько километров. И в доктор стоит. И что барабаш Елене у меня передали. Знаете, слышала, нет? Как клещ мне показывал клещ. А Виктор поет и текст идет. Клещ висит на меня. Потом клещ так сзади с реклёвкой. Вниз головой взорился у меня. А я на счету проснулся. Я рванул его оттуда. Ну, это снимок-то взят из интернета. Этот снимок с клещом взят из интернета. Это не ваш снимок. Ну, понятно. Кто не наш? Клещ не ваш. Клещ-то, который впился в кожу, это взят из интернета. Да, я знаю. А то, не знаю. Как я буду фотографировать. А некто-то думает, что так и было. Да, мало ведь что думают. А как вам, если внучок? Ну, у Кати каждая строчка на месте стоит. Это талант. Конечно. Вот, которые до этого были. Я начал, когда свои стихи у Вячеслава, отец, я поговорил. Еще один, я могу называть, человек три или четыре выставляли стихи. А я когда стал свои-то выставлять, и они перестали. А это не перестало, стихи свои, а наоборот увеличило. То есть она почувствовала страдство. Ну, она бытовые темы пишет так больше. А у меня-то, видишь, такой охват там. Хороший. Вот они никак там еще не закончат. Тоже нужна помощь, нет? Эти купили дом сейчас, там, и там, и полы, там, шатая. Читаем? Фауэр? Да, давай. А где они купили, я прошу прощения, Игорь? Они здесь? Давайте чуть-чуть про это поговорим. Так, у вас деньги лишние есть, дайте мне. У меня стихотворение есть, о, богатое. Найдите меня, подайте мне. Ни одного рубля ко мне не пристанет. Это полная, стопроцентная гарантия. И кому дать, я с вами буду держать совет. Ну, не каждому дают. Вы не забывайте, что я староста общего, это одно. Но у меня есть одна должность, которую дают за особые, выдающиеся заслуги перед церковью. Попечитель. Я должен знать, нужна у каждого. Роженицы, переезжают где-то там, разведенные или что-то. Поняла? И я так знаю, и ко мне сведения идут. А у меня, ну, хоть сколько давай, все нету. Вот я сюда только сейчас приехал, и уже опять. Людям нуждаются. Притом, это мои личные, это я не советую. А если вы дадите, скажите, я хочу знать, куда пойду деньги. Пожалуйста. Потому что некоторые на меня и десятины высылают. Разные люди есть. Я батюшке счастье откладываю. Куда делись шторки? Вопрос-то, Рима. Я вам скажу. Живые они? Можно вам скажу? Ну, ну, давай. По шторам. Шторы сняли не для стирки. Ближе идти. Шторы не снимали стирать. Их сняли, когда пришел сварщик. Здесь же все швы, мы их закрасили. Я согласен. Да почему, наверное, с ней полетели? Их сняли. Любовь Николаевна, с них грязь сыпалась. Замочила их. С них пошла сажа. Она их стирала сначала в дождевой воде, потом отдала в стирки постирать. Их повешали обратно. Их даже начали вешать. Батюшка был и видел, как с них все начало сыграть. Они висели 22 года. И они просто от старости, от грязи, от всего. И батюшка пришел, и все в зеленой трухе было. Помню, Лена вот подтвердит. И они все... Истлели. Они истлели. Достаньте их, они вон лежат в холодной комнате. И в центре они все стали лысые. Они стали прозрачными. И поэтому... А что, Александра Михайловна, ни при чем. И она сказала, надо нормально, и другие еще на 20 лет. Их никто стирать не будет. Они не нужны никому, Игнать Тихонович, эти шторы. Да, повесили-то как ненужные. А то он без вас не знает. Что вы подсказываете? У меня первый том... Снимайте и повесите нормально. Плохие, что ли? Из книг первый том открытый Махамед книги. Поищите вы себя. Я же прятал везде. Везде прятал книги. Первый том исчез. Вот одна книга осталась. Она на крыше. На крыше у вас. Что вы говорите? На крыше у вас. Первый том? Нет, смотрели на крыше. Вот еще скучать потом будете по всему этому. Понятно? А то все будут вот такие адекватные, нормальные. Не говори. Вот так вам. И давайте, крутитесь. На крыше выкинули. Где голубяки? Я нет. Ну, подписывайся. Вот, слово щертак, посчитай, что там есть. Вот он, пальцы где. Слушай, считай, что на сегодняшнихе. 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28. А где первые? Один нету. Я там была на чердаке. Там много книг. Вот видишь, какие там. Я говорю, первый том. Я говорю, а там много. Нет, они. Я сегодня одну сестру видел. У нее ногти нарощены. Или что, вот такой ноготь. Почему не подскажете? У нас это не положено. Кого? Не поняла. У одной из ваших сестер. Из наших сестер. Я говорю, что она идет. И ногти вот так вот. Ого. Ну, зачем? Да я даже не видела. Ну, как зачем? Мужу нравится. Она замужняя? Мужу, наоборот, это вредно. Если она как кошка цепится, тогда еще более. Ну, видать, ему нравится. Мазохист. Никак это не может нравиться. Почему их стригут все время? Он ее, может быть, называет моя пантера. Найдите эту сестру, на меня не ссылайте только. Я не знаю. Чтобы она убрала. Это не надо. Хорошо, найдем. А то я узнаю уже другое. Женщина начинает брить, подбревать, где вообще не продолжена смотреть-то. Это никак не годится. И кто же вам все это называется? Мне говорят это. Да, мне вот это интересно. Это же вообще жесть. Мне вот интересно. Зачем, я не знаю. Как будто кто-то заблудится где-то в счастье место и умрет. У моей мамы было 12 детей. Один раз она была кем-то беременной. Сказали в район. Она когда узнала, что там будут смотреть какое-то место, и она вышла в деревню, там телегу нашла, которая, говорит, я, говорит, перепрокинулась в телегу, да животом, да что ж ты, Мария, делаешь-то? Я, говорит, испугалась-то такое. Это неправда. Нет правды там, говорят, смотрят они что-то. Не знали никогда. У бабушки, я не знаю, там у нас у одной было 24. Чемпионка по этому вопросу была 63 ребенка родила одна. 63. Васильева фамилия. Но что самое интересное, ее риме не сохранилось. Она один раз 6 принесла. Раза 3, по 5. Ну вот как? И вот такое. Но что вам самое интересное, из этих ребятишек, там 64, умерло только трое. И она умерла, жена, и он на другой женился, и другая сразу четвернюю принесла. Значит, зависит от мужика, даже удивительно. Что ж такое-то? Да они умирали там половину. Трое только умерло. А? Да это надо еще посмотреть. Ждены на всех. Там у этих, у монархов наших, он возьми российских, сколько примет, пример там. Смотри, что не грохнулся, прибор твой. Просто возьми и откроют смертность российских, у российских монархов. Там умирали и помирали. Достойно есть я, кого истинно, Ложите Тя, Богородицу, Пресно блаженную и пренеборочную, И Матерь Бога Нашего, Честнейшую Херубин, И славнейшую, без сравнения, Серафим, Без искрения Бога, Слова Родшую, Сущую Богородицу Тя Венечаю. С правой стороны самый молодой юноша должен стать, а с левой самая молодая девушка. Найдите их таких. Всегда, чтобы к этому готовы были. Это поколение, которому я должен все передать. Так. Поблагодари Бога своими словами. Господи, благодарим Тебя за возможность собираться всем вместе и обсуждать Слово Твое. Благодарим Тебя за возможность говорить о Слове Твое и о свободе. Продли ее как можно дольше. Слава Тебе за все, Отец и Святой Дух. Аминь. Аминь. Молодец. Ну а свобода это да. Ну и на славу Божию. Не хочу к фашистам. Это какое-то костюмок из Армении. Ну не считайте, сюда не надо. Из Армении. Это кто-то вам прислал. А что там нет? Ну просчитай. Нет. Ну что, протыкал? У меня есть переводчик. Да. Выходит газ? Фотографирует? Да.